Всем доброго времени суток! Итак, давайте продолжать. После того, как мы с вами создали все контроллеры для глаз, давайте выберем их. Вот они у нас находятся под общим контроллером глаз и подчиним их дочерним объектам, контроллеру головы. Так, вот у нас контроллер головы и мы подчиняем дочерним объектам. Что у нас получается? Теперь, выбрав контроллер головы, мы видим, что все остальные контроллеры глаз следуют за ним и в то же самое время мы в любой момент можем с вами приступить к анимации глаз. Давайте все вернем в исходное положение. Очень хорошо. И теперь, чтобы пойти дальше, давайте сделаем следующее. Для начала скроем все контроллеры, чтобы они нам временно не мешали. Перейдем во вкладку моделинга. И далее мы с вами будем работать здесь. Но перед этим мы заглянем в Google и введем в поисковик по картинкам вот такой вот запрос. Либо Toon Face Expression, либо просто можете написать Face Expression. Так, тут у меня ошибка. И у нас появляются вот такие вот фотографии с разными выражениями лица. По которым мы с вами будем примерно создавать морфы, мимики. То есть вы можете выбрать любой более подходящий для вас шаблон, в зависимости от того, какой вы персонаж будете моделировать. И приступить к работе. Также рекомендую всем сайт pinterest.com. Ссылку я на него дам под этим видео. Очень интересный сайт, где есть очень много различных шаблонов, рисунков, референсов для художников. И не только художников, но также аниматоров и вообще творческих людей. Очень хороший и полезный сайт. Значит, давайте вернемся к нашему поиску. Вот, в запросе Toon Face Expression я решил остановиться вот на такой картинке. Хоть она и не совсем подходит к моему персонажу. Для моего персонажа больше бы подошло бы, конечно, следующее изображение. Сейчас я вам покажу. Вот, это ник из зоополиса. Так, отлично. Давайте сохраним данную картинку. Так, копировать адрес изображения. Найдем, где она лежит. И сохраним ее к себе на компьютер. Теперь уже откроем данное изображение на компьютере. И будем постоянно обращаться к нему. Я закрою интернет браузер, закрою все остальные папки, нам не нужны. И давайте приступим. Выберем персонаж Лису и создадим у нее тег Персонаж Поза Морф. Здесь мы с вами выберем изменение точек. Поза 0. Давайте мы ее пока так и оставим. И посмотрим, какие у нас есть выражения лица. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас есть первая поза, так называемая, дефолтная. Давайте мы откроем тег Позы Морф. Пока сделаем здесь замок. И под этой позой, дефолтной, мы немножко подправим рот нашего персонажа. В данном случае у нас вот улыбка слишком расширена. Давайте мы ее уменьшим. Так, замок я поторопился закрыть. Откроем замок. Выберем инструмент смещения. Давайте уменьшим радиус инструмента где-то до 20, наверное. Да, где-то до 20. Выставим симметрию. Мировые оси. И чуть-чуть уменьшим улыбку. Так, вот здесь у нас верхняя челюсть не начала вылазить. Так, давайте сделаем CTRL-Z. Вот так вот. Снова включим представление гуролинии. Посмотрим, насколько сильно у нас ломается сетка. Так. Рот закрывать до конца не будем, потому что даже уже сейчас видно, что вот зубы немного стали врезаться в десну. То есть их надо было тоже сделать, видать, чуть-чуть поменьше. Или же надо было расширить челюсть таким образом, чтобы зубы выходили за пределы нижней губы. Но сейчас и это нам придется оставить уже так. Так. Все, хорошо. На этом остановимся. Выбираем тег позы Morph. Давайте переименуем. Пусть будет как начальная. Дальше. Создаем следующую позу. И давайте посмотрим на картинку. Следующая поза. Давайте будем ориентироваться по бровям. Просмотрим все брови. Мы видим это злость. Брови идут вниз. Давайте посмотрим. Вот здесь у нас дальше брови идут вверх. Ободком, ободком. Опять вверх. Здесь больше глаза у нас, скажем так, задействованы. То есть, если присмотреться, то мы видим, что у нас с вами есть два основных положения бровей. Это брови вверх и брови вниз. Но есть еще и нейтральное положение в самом начале. Ну что ж, давайте создадим позу. Назовем ее брови вверх. Выбрав инструмент смещения, немножко уменьшим радиус. Попробуем-ка до 15. И поднимем брови вверх. Вот так вот. Создадим позу удивления. Но и то мы можем брови вверх поднять по-разному. Смотрите, мы можем поднять их вот так вот. Можем поднять вот за среднюю часть, как я делал в самом начале. Можем приподнять только уголки. Ну, для начала давайте исходить из того, что, наверное, среднестатистический человек, у него все движения мимики происходят симметрично. Людей с очень богатой мимикой встречается в жизни не так уж и много, поэтому мы будем делать морфы симметричными. Давайте попробуем для начала выбрать среднюю часть бровей и приподнять их вверх. Вот так вот. Очень хорошо. Создадим следующую позу. Давайте назовем пока как брови вверх 2. и попробуем приподнять уголки бровей. Вот такую принять позицию. Так, CTRL-Z. Сейчас я еще раз. Минутку. И немножко растянем. Отлично. Давайте еще раз добавим позу. Попробуем ее тоже назвать. Брови вверх 3. Брови вверх 3. Так. Приподнимем теперь наружные уголки бровей. Вот так вот. То есть, тут-то все уже на ваше усмотрение. Все. Отлично. Давайте добавим еще одну позу. Сделаем брови в виде, скажем так, полумесяца. Поднимем среднюю часть вверх. А уголки опустим книзу. Вот так вот. И назовем брови вверх 4. Ну, вы можете называть так, как вам удобно. Очень хорошо. Снова нажимаем добавить позу. Так, я вверх, да, не написал. Выбираем добавить позу. И теперь уже брови у нас пойдут вниз. Опять-таки мы можем опускать только нижнюю часть. То есть, среднюю, допустим. Давайте попробуем. Начнем со средней части. Напишем брови вниз. Один. Добавим позу. Теперь давайте сделаем, подтянем уголки и сдвинем их еще и книзу. Придадим хмурость. Давайте сразу же немножко усилим этот эффект, приподняв наружные уголки более кверху. Вот так вот. А среднюю часть опустим вниз. Вот у нас получился вот такой вот, как бы гневливый, гневливый взгляд, взгляд гнева. Брови вниз два. Снова добавим позу. Давайте посмотрим, что у нас есть на картинке. У нас есть положение, когда работает только одна бровь. Вы, в принципе, это можете сделать для каждой брови отдельно. Для того, чтобы это сделать, просто выбираем инструмент смещения и отключаем у него симметрию. Пожалуйста, вы можете приподнять одну бровь и сделать это для каждой брови отдельно. Так, CTRL-Z я этого делать не буду. И давайте сейчас продолжим. Что ж, давайте продолжать. Все-таки оставим симметрию. Выберем тег позы морф. Так, у нас с вами последняя поза за что отвечала? А, мы ее просто создали, нулевая. Значит, если мы посмотрим на картинку, вот давайте сейчас мы займемся ртом. То у нас, в принципе, есть два основных положения рта. То есть, рты три. Либо рот закрыт, либо рот открыт. И положение улыбки, скажем так. Ну, четвертое, это положение грусти. Итак, давайте добавим улыбку. Выбираем инструмент перемещения. У него стоит симметрия. И немножко растянем улыбку. Вот так вот. Вот тут снова у нас челюсть вылазит. Немножко подправим. И так и назовем эту позу. Улыбка. Добавим следующую позу. Выберем инструмент смещения. И немножко у него увеличим радиус. Наверное, до 20. И теперь создадим обратное положение рта. Это грусть. Опускаем уголки рта вниз. Так. Давайте-ка сделаем CTRL-Z. И попробуем сначала увеличить радиус инструмента смещения до 30. И еще раз опустим уголки рта. Вот так вот. Можно попробовать еще чуть-чуть пониже сделать. И назовем данную позицию как грусть. Допустим, рот. И грусть напишем. Безусловно. Безусловно, что вы можете делать морф для каждой половины рта отдельно. То есть, так же, как и мы. Мы можем либо улыбнуться, либо опустить уголок рта как с одной стороны, так и с двух. Но, как я сказал, я буду делать все симметрично. Так. Давайте создадим следующую позу. Теперь сделаем видимыми контроллеры. Выберем контроллер та. И опустим челюсть вниз. Так. Вот так вот. Сейчас придадим что-нибудь нечто подобное как бы к букве О. Так. Выбираем лесу. Выбираем инструмент смещения. И немножечко вот так вот подтягиваем. вот к переди сначала и чуть-чуть можно растянуть. Так. Вот так вот. Насколько это возможно. Чуть-чуть у нас пропадают с вами зубы. Ну, будем считать, что они закрываются губой. Значит, я специально не стал делать язык. Я думаю, в принципе, вы много видели уроков и создать язык сможете сами без проблем. Просто не хотел на него отвлекаться. Так. Хорошо. Давайте попробуем добавить еще одну позу. Так. Давайте назовем, да? Значит, рот. О. Так. Добавить позу. Получится у нас сделать трубочку или нет? Так. Так. Стоп. Стоп. Давайте удалим эту позу. Заново добавить позу. Так. Добавить позу. Ну-ка еще раз попробуем. Так. Нет, здесь уже получается немножко неестественно. Давайте уже лишнего делать не будем. заново. Так. Чтобы все отменить, удалим данную позу. Так. Выберем контроллер челюсти. вернем его по у в исходное положение. Очень хорошо. Давайте создадим новую позу. И добавим морф оскала. Так мы его и назовем. Оскал. выбираем лису. Берем инструмент смещения. Так. Давайте уменьшим снова радиус. Где-то до 20. И в области морды. Так. 20 много. 15. В области верхней части морды сделаем вот такой вот загиб или поднятие верхней губы. Так. Ну, нам ее надо будет чуть-чуть еще в сторону снести. Вот так вот. Чтобы была закрыта нижняя челюсть. То есть верхняя челюсть. Я извиняюсь. Так. Немножко прижмем к центру. Вот вверху оскал усилим. Вот вверху сожмем вот так. А внизу нам надо наоборот. Губу снова закрыть. То есть не губу, а челюсть мы видим. Так. Отлично. И еще один морф давайте добавим. Так. Добавить позу. Давайте добавим морф, как будто бы наш персонаж принюхивается. То есть у него будет подниматься нос кверху. Вот такие движения он будет совершать. Давайте поднимем его вверх просто. И так и назовем, что нос. Отлично. в принципе есть мнение, что анимировать морфами или как их называют в Максе и в Майе Блендшейпы не очень удобно. Но кто сказал, что мы не можем создавать любое количество морфов, которое нам нужно? Поэтому по мере вашей анимации вы в любой момент можете добавлять нужный вам морф. Скажем так, альтернативой многие считают это анимацию с помощью костей. Когда в лицевые полигоны встраиваются дополнительные кости, к ним назначаются веса и идет анимация с помощью косточек. Итак, что ж, мы в принципе с вами настроили основные морфы. Теперь выбрав тег позы морф, давайте из режима правки перейдем в режим анимация. Наш персонаж вот так вот искривился. Это произошло из-за того, что у нас активны все морфы. Давайте мы их все выставим в ноль. и таких проблем у нас не будет. Почему? Потому что при анимации мы, конечно, с вами каждый морф будем использовать в отдельности. Или же мы будем чередовать с вами использовать, допустим, морф бровей и морф рта. Если вам в процессе вашей работы понадобятся какие-то любые другие выражения лица, я думаю, вы их без проблем сможете добавить. Далее, чтобы уже закончить, мы можем сделать следующее. Выбираем все морфы, нажимаем правой кнопкой мышки и сделаем добавить к худ. Зажатым контрлом переносим их в любое удобное место. Давайте сделаем вид, показ, раз. Ну, пусть будет всегда. Все, отлично. И можем приступить уже непосредственно к анимации. Если он нам мешает, мы его в любое время можем скрыть. Также, если возникает необходимость, мы можем данные морфы вывести в виде отдельных контроллеров, аналогичных, как мы с вами создавали для век глаз. Если такая операция вам нужна, напишите под этим видео, и я это сделаю. Если же это вам не особо нужно, то давайте наверное оставим все так, как есть. Проверим, как у нас все это смотрится. Ну, по-моему, неплохо. Попробуем оскал добавить. Ну, что ж, дальнейшая работа вся в ваших руках. И в принципе со следующего урока наверное мы с вами уже перейдем к анимации персонажа. На этом я заканчиваю. С вами был Александр. Если уроки нравятся палец вверх, не нравится палец вниз, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте своим друзьям, пишите отзывы, и всем счастливо.